Приветствую вас. Я думаю, что, конечно, можно понять ваше состояние, можно понять ваше такое вот подвешенное состояние, такое тяжелое состояние, можно понять то, что вы чувствуете себя очевидно не в своей тарелке из-за всей этой истории. Я вас понимаю. Я также и понимаю то, что вы, по-видимому, боитесь как-то оттолкнуть от себя человека тем, что вы пригласите ему впрямую, да, стать вашим мужем. Вот. Я понимаю прекрасно это. Поэтому, я думаю, что никакого осуждения у вас нет и быть, ну, быть, в принципе, не может. Есть, есть, правда, на мой взгляд, некоторые аспекты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, у вас есть пять месяцев. И эти пять месяцев вы можете, в принципе, использовать для себя. Вы можете использовать это для того, чтобы наводить отношения, допустим, со своим парнем, чтобы он лучше вас, к примеру, понимал, чувствовал, да. Вот. Мне кажется, что не нужно спешить здесь. Ладно бы, если бы у вас не было времени, тогда бы, конечно. Но так, на мой взгляд, ну, так, на мой взгляд, спешить не нужно. Ничего хорошего-хорошего из этого не получится. Вы свою ситуацию до мужчины вы донесли. Я думаю, что это самое главное, что вы сделали, донесли до него свою ситуацию. Дальше, дальше, на мой взгляд, уже дело будет времени и техники. Что это значит? Что это значит? Ну, во-первых, во-первых, это означает, что, значит, вам для себя самой, для себя самой, нужно поставить, именно поставить определённые рамки, определённые рамки, определённые рамки. Что это значит? Когда я буду говорить ему про заморец? Когда я буду говорить? Буду ли я говорить? И так далее. Это вот, наверное, самое такое, самое важное, что сейчас вы можете сделать. Вот. Самое важное. Рамки. Рамки. Дальше. Когда вопрос с рамками будет решён, то есть, когда вы для себя решите, что, а, ну вот я решила, что вот буду, вот там, когда останется, там, грубо говоря, там, два-три месяца, допустим, я ему скажу, вот, ну, к примеру, вот, когда для вас этот момент будет понятен, когда вы для себя вот это решите, например, вы сможете уже достаточно чётко выстраивать свою модель победителя. Вот. Ну, мне кажется, мне кажется, что, так, можно, а, ну вот, дай мне ситуацию раскрыть. Мне кажется, что, так, это можно сделать. А, потому что ещё раз повторю, что я хорошо понимаю и вашего парня я хорошо могу понять и вас, что вас волнует, что вас волнует, что его волнует, вот, что, в общем-то, вы боитесь за своё будущее, вот, парень особо никаких действий не делает, вот, чтобы как-то дать вам, ну, более такую, уверенную, скажем так, позицию, вот, по жизни. Так что, мне кажется, что вам можно и, возможно, даже нужно отстаивать свою точку зрения, отстаивать то, что вам важно, отстаивать то, что вам дорого, отстаивать и защищать, значит, себя, да. Я думаю, что это верно, это правильно. Я так думаю. Я так думаю. То есть, я не думаю, что здесь нужно поступать по-другому. Вот. Оттолкнёт ли его этот образ, это вопрос, конечно, интересный, потому что может отстолкнуть, действительно может. Ну, вот, действительно его может отстолкнуть от вас, это правда. Но, с другой стороны, если отстолкнёт, то можно ли считать такого человека достойным вас? То есть, можно ли, с таким человеком, ну, хотеть быть в отношениях дальше? Можно ли, например, с уверенностью сказать, что это тот мужчина, который, ну, грубо говоря, нужен вам? Можно ли так сказать? Да. На мой взгляд, скорее нет, чем, да. Само что, ну, человек просто не идёт вам на встречу. Вот. Вот, примерно, такая история. Другой вопрос. Другой вопрос. А чего боитесь лично вы? И, ну, и боитесь ли вы чего-то? Понимаете? Вот. То есть, вот это, мне кажется, очень важно. Очень важно этот момент. Э-э-э-э-э-э. Раскрыть. Потому что, э-э-э-э-э-э. На мой взгляд, на мой взгляд, раскрыть момент, почему вы боитесь, боитесь ему рассказать, что вас останавливает от того, чтобы рассказать. Вот. Ну, это то, что нужно исследовать, как мне кажется. Вот. И возможно, возможно, я повторюсь, что только возможно. Я в этом не уверен. Возможно. В этом есть у этого есть какие-то основания, более глубокие причины. Например, ваша неуверенность в себе. Например. Например, что-нибудь еще. Что-нибудь еще. Вот. Мне кажется, что вот такая история и так вам можно ответить. на историю. Вот. Вот, соответственно. Так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что смог немножко ситуацию раскрыть. Настолько, насколько это возможно, исходя из того, что вы написали. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Если понравился ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.